Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал Rustem Beauty. Что означает, что меня зовут Rustem и я немного бьюти. И добро пожаловать на мой первый мукбанг. Да, это была очень странная идея. Сейчас я расскажу, почему я решился на формат, на данный формат. Прежде чем мы начнем, я вас попрошу подписаться на мой YouTube канал. Если вы еще не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы тут очень много говорим о бьюти, делаем обзоры косметики. Я вас учусь краситься. Ну, в общем, вы все узнаете. А мы будем начинать. Совсем недавно мне достаточно много людей начали писать о том, что, Rustem, у тебя на канале очень много информации на косметике. А косметики, обзоры, туториалы, они занимают 100% твоего YouTube канала. Давай что-нибудь, чтобы мы лучше узнали тебя. Так вот, это видео для тех, кто хочет узнать меня лучше. Я вам что-то расскажу из своей жизни. Также я хочу сегодня пообсуждать нашумевшее шоу, которое было выпущено визажистом Гуара Витясян. Расскажу, как я к ней отношусь и поменялось ли мое отношение к ней после ее шоу. А также мы сегодня будем кушать. Да, наверное, раз в две недельки, если этот формат зайдет, напишите в комментариях, зайдет ли вам этот формат, мы будем кушать. Сегодня у нас суши. Я заказал еду и буду ее сегодня кушать и болтать. Давайте расскажу, что я сегодня буду кушать. Это, конечно, очень странно. Я заказал себе два сока. Я очень люблю апельсиновые соки. Ну и заказал их. Сегодня буду кушать апельсиновые, точнее пить апельсиновые соки. Также я начну по классике. Знаете, сегодня у нас такой классик-классик. Заказал в суши-веслах рис с курицей, а также роллы. Да, мои котики, я люблю вот такие вот запеченные роллы. Кстати, в суши-веслах очень дешево и вкусно. Но сейчас будет факт, о котором вы не знали. Я не ем рыбу, я ненавижу запах рыбы. Поэтому суши у меня сегодня с чем? У меня сегодня суши без рыбы. Вообще полностью. Это сырный, то есть тут внутри блинчик, сливочный сыр и что? И что? И что еще? И сверху запеченный сыр. А второй я заказал с курочкой. Курочкой, куриные суши, да. Вот я люблю курицу, очень люблю, но не люблю. Как мне кушать? Где мой стол? Вообще, мне как-то будет сегодня неудобно. Но давайте начинать, мои хорошие. С чего мы начнем? Я сегодня действительно хочу поговорить. О чем хочу поговорить? Я сегодня хочу поговорить и сделать акцент на шоу, которое было выпущено Гуара Витесян. Гуара Витесян это самый известный визажист в России. Наверное, это действительно так. И что случилось? Гуара Витесян. Гуара Витесян совсем недавно запустила марафон. Это когда разные визажисты выкладывают на свои страницы работы. Конечно же, открываем соевый соус. Как я буду есть, я не понимаю. Мне нужен стол. Стола нету. Что за дела? Совсем недавно Гуара Витесян запустила свой личный марафон. Победа на марафоне была таковой, что она после запускает шоу «Битва визажистов» с Гуара Витесян. Ну что, приятного мне аппетита. Очень странный формат. Я прям не знаю, как это все будет происходить. Надо показывать еду в кадр или не надо? Вообще не понимаю. Ну ладно. Она запустила это шоу. Кстати, я, да, много ем. Не пишите мне, неужели ты все это съешь. Да, мои котятки, я все это съем. Я люблю пожрать. Я из Узбекистана просто. Нас там учили набивать животы. Профессионально. Победа прошли. Господи, у меня уже упал сушь. Он развалился. Матерь честная. Ой, странный формат. У меня все... Можно я это буду вырезать? Я забыл, о чем я хотел сказать. Какой острый васаби. Ну, конечно, я начал кушать и забыл вообще, о чем хотел говорить. Так вот, мои котятки. Гуар выбрала 12 участников и запустила на своем ютуб-канале шоу. Которое, в принципе, ну, смотрит плюс-минус, сейчас мы просмотрим, полтора миллиона человек. Очень многие визажисты восприняли, скажем, такая прогрессивная часть визажистов восприняла шоу. Ну, первые выпуски действительно были трешовые. Первый выпуск, где она просто сразу выгнала несколько визажистов. Из-за того, что они не смогли накрасить себя, извините, за 15 минут руками. Это как бы странно. Ну, согласитесь, это вообще бред. Затем она повезла на полигон этих всех визажистов. И они там стреляют. Пока не стреляли, красили, работы были ужасные. Я вообще не понял, что это было. По первым сериям мне казалось, что Гуар туда набрала каких-то своих братьев-армяний. Ну, и плюс-минус, кто в ее эстетике. И вот это вот с ними там отжигало. Формат был очень похож на шоу «Топ-модель по-американски». Она вот, мне кажется, прям слизывала Тайру Бэнкс. Но она сама, кстати, об этом говорила, что очень любит Тайру Бэнкс. И как бы тут было это заметно. Но к серии третьей она стала поспокойнее. Также там вел совместно с Гуар шоу ее правая рука Акабир. Кстати, вы знаете, что Акабир из Узбекистана. Я тоже из Узбекистана. Так что привет землякам. Но он такой, конечно, смешной такой. Веселый, смешной Акабир. Ну, в общем, к Абиру претензий нет. Да, Гуар можно относиться плохо. Гуар можно относиться хорошо. Она не купюра в 500 евро, чтобы всем нравиться. Согласитесь. Но за что нужно ей отдать должное? Гуар безумно трудолюбива. Гуар нереально. Продуктивно. Меня поражает, откуда у нее находится столько энергии на это все. Потому что вот мы участвовали в марафоне Наталины. И Наталина начала раньше Гуар. Но до сих пор не объявила результаты. Я очень люблю Наталину. Но как бы это уже напрягает всех. Но она сегодня отписала, что завтра будут результаты. Тра-ля-ля, трапаля. Но просто давайте вот можете даже сравнить. Гуар за это время, пока Наталина еще не объявила победителей своего марафона. Успела объявить победителя. Снять на ютуб шоу. Его закончить. Подарить миллион. Победителю. Второму парню она подарила обучение в своей школе. То есть Гуар нереально продуктивная. И у нее этому нужно учиться. Да, человек специфический. Мне ее эстетика макияжей не близка. Не близка. Там такой классический кавказский свадебный макияж. На всех практически один и тот же. Благодаря чему взлетела Гуар? Благодаря своим преображениям. Она с этого и начала. Что ее преображение. Она работала с больными людьми. Ну там у кого онкология. У кого какие-то трудные в жизни ситуации. Она их приглашала и красила. И снимала до после. Этим она и зацепила. Тут я надеюсь вы даже не будете спорить. И мое отношение после проекта к ней поменялось. Возможно это все было сделано на камеру. Возможно. Но она первая, кто запустил такого формата шоу в России. Вы понимаете? Русскоязычному бьюти миру. Этого реально было недостаточно. Да, оно было с недочетами. Но из серии в серию Гуар реально прогрессировала. Читала комментарии и прислушивалась. Ее обвиняют в прогреве аудитории. Ну почему бы и нет? Она постаралась. Она вложила в этот проект. Почему она не может снять сливки? Извините. У Наталины тоже был марафон. На третий день марафона она начала продавать свою тушь. Я безумно люблю Наталину. Но как бы, знаете, вообще было очень странно. Два марафона одновременно. И у обоих... Я и каю. И у обоих создателей марафона вышла тушь. С каким-то брендом. Но это вообще, конечно, знаете, так немножко потрясло бьюти мир. У меня, кстати, есть обзор на моем ютуб канале на эти две туши. И серии в серию у меня настроение Гуар поменялось. Мне она реально стала более симпатична. И... И по сути, молодец, чувиха. Егор Андрюшин снимал на реакцию на... На что он снимал реакцию? На битву с Гуар. И мне кажется, что это было немножко необоснованно. Было много гона. Да, он сказал, что Гуар молодец. Да, он сказал, что она безумно продуктивна и крута. Но мне стало немного обидно в том, что он обвинил Гуар в прогреве аудитории. То, что... Вот, дорогие мои, это все было только ради того, чтобы продать свою тушь и запустить новый курс. Ну, а почему нет? Она потратила такие деньги. Она всех привезла в Москву. Она даже устроила встречу с родственниками, финалистом. Она отдала миллион рублей. Она должна открыть... Помочь победителю открыть школу. И... Егор, я... Ну, мы все люди, мы все имеем право на свое мнение. Победителем проекта стала Кэти. Это визажист. Я не знаю, знакомые они раньше с Гуар или нет. Да, вроде бы она проходила у нее курсы. Но! Извините. Я не понимаю, как жрать и говорить одновременно. Не понимаю. Егор говорил, что... А заслужено ли первое место? А... Нет ли тут никакого подвоха? Лично, мое мнение, еще на серии 3. Я сказал, что реально из всех этих 12 человек самые технические, точные работы были у Кэти. А Кэти в итоге стала победителем. Поэтому, ну, тут как бы ни взять, ни отнять. У нее реально крутые, классные работы. И на всех он... Егор, кстати, засрал макияж в предпоследнем конкурсе. Или не в предпредпоследнем, где она за час делала клиентке макияж, которая все время нервничала, уходила, вставала. Он был реально самый крутой. Он был самый техничный в исполнении. Она работает очень чисто. И я думал, блин, вот если Кэти не победит, 100% там что-то... Егор, я так понял, больше топил за Байнура. Но, извините, у Байнура очень сильно хромая техника. Чистота работы. Если посмотреть инстаграм Байнура, то Кэти лучше. Байнур немножко не дотягивает до звания. Опять же, в этом году, может быть, он за несколько месяцев или год прокачает свой скилл. Может поучаствовать еще где-то и там выиграет. Но на данный момент Гуар очень правильно отдала победу Кэти. Потому что она реально ее заслуживала. У нее был круче. Была девочка из Краснодара. Но у Кэти были работы лучше. В финал вышли трое. Кэти, девушка, которую я не помню имени, и парень Байнур. Обвинения в прогреве меня просто свалили на повал. Потому что, ну, блин, у тебя как бы подруга сделала точно так же. Ну, е-мое, ну вы че? Опять же, я не хочу ни с кем ругаться. Я говорю как есть. Мое сугубо личное мнение. Вы знаете, что я в этом плане очень честный. И я, если чувствую, что что-то идет не так, я с вами говорю. Например, мы с теми, кто участвовал в марафоне Наталины, уже начали переживать. Результаты должны были быть объявлены неделю почти назад. Как бы уже прошло после марафона месяц с чем-то. Мы ждем. Я не рассчитываю на победу. Ни в коем случае. У меня нет насчет себя завышенных каких-то ожиданий. Мои макияжи были хорошие, но невеликолепные. Ребята были очень сильные. Но проблема в том, что мы до сих пор не можем увидеть результаты этого конкурса. Как бы Гуар уже за это время, извините, сняла шоу, провела марафон, начав его позже. Объявила победителей. Сняла шоу, огласила победителя шоу. А тут как бы Наталина немножко терялась. Я ей сегодня написал, а я реально переживал. То есть, понимаете, я думаю, блин, может у Наталины что-то случилось. Может она заболела. Ну, как бы, понимаете, когда твой любимый блогер просто уходит в такой немножко вакуум, ну, сразу хочется узнать, блин, может как-то мы можем помочь, поддержать. Ну, ведь это ж так работает. И сегодня Наталина, слава богу, написала, что да все нормально, я там то забегалась, то какие-то проблемы, результаты будут завтра. Очень, я очень рад, что, во-первых, все хорошо. Мы подождем, мы подождем. Ну, просто хотелось бы вот обратной связи, что вот ребята, не переживайте, все хорошо. Я просто немного задерживаюсь. То есть, меня в этой ситуации взбесило. Не то, что Наталина не объявила конкурсы, а то, что мы просто за нее переживали немножко, если честно. Просто у Наталины главный приз – это коллаборация с ней. Как вы понимаете, у меня есть YouTube-канал, и если я бы снял видео с Наталиной, во-первых, это моя огромная мечта. Я когда еще начинал снимать первые видео, я думал, боже мой, а вдруг я когда-нибудь буду сидеть вместе с Наталиной. Она же такая нереальная, она такая крутая. У нас совпадают с ней точки зрения на продукты, на какой-то, вот у нас есть какой-то, знаете, общий мыслительный подтекст. Но мне казалось, что мы прям такие вот soulmate. Если мы с ней познакомимся, будем такие, Наталина, какие у тебя красивые собачки. В общем, очень люблю Наталину. Я, конечно, очень сильно хочу, но, опять же, если это будет не так, я ни на кого не обижусь. Конкуренция в этом была большая довольно-таки. На самом деле, мне начинает нравиться этот формат. Я сижу, хаваю, мне вкусно, я болтаю со своими любимыми зрителями. Напишите, как вам? Ну, конечно, мне немножко трудно перестроиться с того, что разговаривать с набитым ртом, но вроде так делают. Надеюсь, что у Наталины все хорошо. А насчет Гуар, я, конечно, знаете, кидаю ей респект, потому что очень крутое шоу. Шоу, опять же, на уровне нашей бьюти-индустрии. Поймите правильно? А, не, сори, были мейкаперы. Шо я, шо я. Но тут, скажем так, такое в рамках реалити. Я уже и про мейкаперов забыл. Шо это я? Ха-ха. Тема не работает. Хорошо, это второе шоу. Но вот в качестве реалити, конечно, да. Мне понравился комментарий Егора о том, что очень было скомканное начало. Нам действительно хотелось бы получше познакомиться с визажистами, чтобы каждый про себя рассказал. Посмотреть работы, инстаграмы. Тогда бы мы могли наблюдать за шоу. Вообще, мне кажется, чтобы все было скомканно. Я бы все это растянул на 12 серий и, ну, чтобы было какое-то погружение, выпускал бы раз в неделю, сделал бы это шоу более масштабным. Ну, вот первое было вот таковым. Как говорится, спасибо, Гуар, и на этом. Давайте подведем черту. А какую черту подвести надо? Какую? Я забыл. Я забыл, что я хотел сказать, пока я ел. Короче, Гуар молодец, что запустила. Насчет прогрева, так это или не так, это ее право. Она может делать с этим все, что хочет. И мнения о ней тоже всегда будут разные, потому что, извините, всем не понравишься. И это действительно так. Я еще, надеюсь, все, про Гуар хватит. Мне, кстати, в директ писали о том... Рустем, а ты не хочешь снять на каждую серию отдельно обзор? Ребята, unfortunately, у меня нет столько времени. Ну, то есть, это никак не впитывалось в мой хаотичный контент-план. Вот сделать 5 серий про шоу Гуар. Ну, не знаю, мне кажется, у нас с вами какие-то такие более важные дела, обзоры на косметику. У меня есть клиенты, невесты, кого надо красить, тикток. Ну, то есть, я просто не нашел для этого времени, поэтому вот отделаюсь мук-банком с комментариями. Я, как бы, свои комментарии оставил. Имеют право быть. И, опять же, я уважаю мнение каждого. Ну, просто высказался о взгляде на мнение Егора, ну, и других визажистов. Ну, и да ладно. Я еще сегодня хочу вам рассказать... Что я вам хочу рассказать? А, давайте пройдемся по тем блогерам, которых я смотрю. Хочу вам рассказать вообще, как я начал бьюти-путь. Возможно, я уже об этом рассказывал, кстати, в каком-то видео в начале, но оно было дико непопулярным, и вы забыли. Лет 6 или, может, очень давно, давным-давно, я наткнулся на... Я же был раньше кондитером, если вы не знали до того, как стать визажистом. Я уверенно шел по пути тортиков. У меня были свои курсы. Я учил людей печь. CakeStudio.krd. Это моя страница в Инстаграме. Там есть мои фотографии, как я делаю тортики, мои тортики. Но в 2015 году я это все забросил. А через несколько лет начал бьюти. Ну, вот так вот. Если бы я этого не сделал, вы бы меня не видели, как... Вы бы меня не знали, как Рустема Бьюти, а знали бы, как Рустем Кейк. Или, там, панкейк Кейк Рустем. В общем, не важно. И я как-то начал вбивать, и рецепты маффинов. И мне выдался канал Бьюти Элис. Был такой блогер. Это очень грустная история, потому что она, к сожалению... Квели Царствие Небесное. Она скончалась. И сейчас Алисы нету. Но, опять же, Царствие Небесное. И просто с Алисы началось мое знакомство с бьюти. То есть, понимаете, какая череда событий, чтобы я был тем, кем сейчас являюсь. Что произошло? Я нашел у нее на канале рецепт капкейков. Начал смотреть канал и увидел первый выпуск визажисты мрази с Марком Кауфманом. Марк Кауфман – это визажист. Очень противоречивая личность, которую я раньше смотрел. Как немножко больше узнал о бьюти, смотреть перестал. Как бы есть на этом очень много причин. Но, опять же, мы без грязи сегодня. И вот. И мне очень понравилось то, как они обсуждают. Я начал смотреть Алису. Начал смотреть Марка. И у Марка узнал Вику Моисееву. Вику Моисееву начал смотреть. Я думал, боже мой, они такие крутые. Я тоже хочу эти все баночки, скляночки. Но на подсознательном уровне это было. Я смотрел, начал, потом нашел Наталину. Бьюти Осень. Эту Red Otam. Красную Осень. Господи. В общем, я начал вот это вот все смотреть. Скать. И потихоньку, потихоньку в моей голове начала формироваться картина бьюти-блогинга. Но в тот момент я еще как бы вообще не понимал, что происходит, кто это, что это такое. А если бы меня напросили нарисовать стрелки, я бы упал в обморок и бился в конбульсиях минут сорок. Потом я устроился каким-то макаром, опять же, волей судьбы, работать в бренд Бьюти Дракс. Я говорю, что? Мне говорят, ты хочешь поработать с этим брендом? Я говорю, Бьюти Дракс, это этот хайвайтер, Вига, Моисейба, конечно, хочу. На тот момент я не знал, какая это ужасная компания, с каким ужасным руководством, на мой взгляд. Если вам интересно, смотрите, у меня есть на ютубе видео бьюти ужасы, ужасный опыт работы в Бьюти Дракс. Ссылку на видео я оставлю в описании профиля. Блин, у меня столько есть всего рассказать. Наверное, нужно будет скоро заканчивать, потому что я могу, ля-ля, трополя, не могу уже есть больше роллы. Хочу, хочу поесть риса. А как есть рис с палочками? Я вот это не, к сожалению, не... Ой, господи, сколько они наложили-то? Сколько наложили? Наложили столько, что я столько съем. Так вот, Бьюти Дракс, я оттуда познакомился с Викой Моисеевой. Это Ковка Закет. Понял, что Вику я сейчас не смотрю. Почему я не смотрю Вику? Потому что я не понимаю, как можно работать с брендом Бьюти Дракс и с ними сотрудничать, зная, что у них... Да, Вику Моисееву я тоже в какой-то степени люблю, потому что, опять же, она одна из тех, кто повлияли на моё бьюти существование. Вот такие вот дела. И как бы что? И как бы ничего. Так вот, спасибо большое Алисе, что она меня привела в этот мир за виртуальную ручку. Передала в руки ко всем другим. Я безумно этому рад. К чему я это говорил? Я вообще забыл свою логическую цепочку из-за еды. Почему я вообще это начал? К чему? Не помню. Кстати, знаете, почему я взял два сока? Потому что я одним не напиваюсь. Мне обязательно нужен второй. Я могу сока выпить хоть два литра. Мне вообще... Обожаю апельсиновый сок. Я люблю кока-кольные мармеладки. Если вы хотите меня подкупить, принесите мне апельсиновый сок холодный без сахара и кока-кольные мармеладки. Я буду рад. А, те блогеры, которых я смотрю. Так вот, на данный момент я смотрю Марину Лакшес. Она почему-то меня игнорирует чуть-чуть. Ну, я, понятно, еще маленький блогер, но я на нее там подписался, что-то пролайкал, ответил на истории. Она что-то меня игнорирует. Ну, не знаю. Мы с ней, наверное, разные, поэтому, как бы, коннекта не произойдет. Но я ее иногда посматриваю. Я смотрю Олю Редотом. Про нее, кстати, было очень много скандалов из-за того, что она ужасно красится, тропалят. Оля всегда говорит, что она не визажист. Она, как бы, красится в житейске, но я это... Ну, да, поэтому, ну, Олю иногда смотрю. У нее очень крутой контент в плане того, что у нее очень много косметики. Она все тестирует. Я иногда узнаю у нее что-то новенького взять и т.д. и т.п. Хотя мнение у нее не всегда объективное, на мой взгляд. Вику Моисееву я перестал смотреть. Марка Кауфмана я тоже перестал смотреть. Я смотрю Наталину. Люблю ее видео. Я смотрю Диану Суворева. Это такая лапусти, Диана. Обожаю тебя. Она на меня подписана в ТикТоке. Я на нее тоже подписан в ТикТоке. В Инстаграме она меня почему-то игнорирует. Не знаю. Ну, просто у меня там мало подписчиков, наверное. Обожаю Диану Суворову. Она такая классная. Она из Киева, из Украины. Такой лапутик. Я обожаю ее. Просто она какая-то, знаете, такая добрая. Никогда ее не было ни в каких скандалах, в интригах, расследованиях. Вот хочу быть как Диана Суворова. Ну, у меня не получится, потому что я не такой милый. Егора иногда посматриваю. Ну, для того, чтобы там вот это все интриги посмотреть. Расследования. Трэш-салоны не могу смотреть. Меня от этого уже тошнит. Я уже устал от этого формата. Но, опять же, это не значит, что не имеет места быть. Мне бы хотелось от Егора чуть больше обзоров на косметику. Вот не хватает. Вот хочется каких-то, прям, знаете, чтобы он что-нибудь потестировал. Ну, вот так вот мне хочется. Лену Богданович перестал смотреть. Ленский бьюти. Я под нее чуть-чуть засыпаю. Но она очень милая, очень прикольная. Но я под нее засыпаю. Какая-то, знаете, реакция такая на организм. Кого еще я смотрю? Ну, и все, наверное. Никого я больше не смотрю. Сам снимаю себя, смотрю, пока монтирую. Хватает иногда, знаете. Ну, палочками хавать уже неудобно рис. Я родился в Узбекистане, у нас рис едят руками. О, скороговорка. Я рожден в Узбекистане, у нас рис едят руками. Ну, это, конечно, не так. Но кто-то там ест, вот так, знаете, скручивают и едят. Я, конечно, такого не допускаю, не опускаюсь. Ну, опять же, это не традиции, поэтому... Опять, ну, против них никуда не попрешься. Ну, я так не умею. Кого? Ну, неужели я больше никого не смотрю? В общем, если я кого-то забыл, простите меня. А вы напишите в это время в комментариях тех YouTube-блогеров, которые смотрите вы. Мне очень интересно. Вспомнил, что я еще хотел сказать, мои котятки. Мне безумно нравится YouTube-платформа. Почему? Потому что, на мой взгляд, тут блогеры собрались, которые не конкурируют друг с другом. На каждого блогера найдется своя аудитория. Потому что, во-первых, очень много людей. Во-вторых, ты можешь смотреть одновременно несколько блогеров. И нет такого, что кто-то кого-то валит и так далее. Ну, обычно нет. Иногда бывает, абсолютно каждый блогер может найти свою аудиторию. Поэтому я ни в коем случае не чувствую никакой конкурентности. Мне кажется, что если блогеров будет больше, это только круто. Поэтому, хорошие мои, если вы вдруг хотите стать блогером, я еще чуть больше года назад сидел, наблюдал и думаю, блин, как я хочу этого. Ну, у меня нет камеры, у меня нет звука, у меня нет фона, у меня нет света. Как это вообще все будет происходить-то? Непонятно. И спустя относительно небольшой промежуток времени у меня есть YouTube-канал, у меня есть уже своя аудитория. И если вы тоже хотите начать снимать, снимайте. Вы найдете свою аудиторию. Да, сейчас развивать YouTube-канал, раскачивать труднее. Но, если вы этим горите, то если вы без этого не можете жить, ну, опять же, тут надо любить. Тут надо любить и идти напролом всем обстоятельствам. Снимать, снимать, снимать. Если вы чувствуете, что вы сможете это сделать, значит, это ваше. И кто ищет, тот всегда найдет. Вы точно сможете найти свою аудиторию. Надеюсь, что это видео вам понравилось и вам зашел формат мукбанков. Пишите свои комментарии. Я все прочитаю. Может быть, буду есть больше в кадре или буду есть меньше в кадре. Надеюсь, что вам понравилось. Пишите, какие темы мне поднять в следующем мукбанке. А на этом мы, наверное, будем заканчивать. Не хочу делать видео слишком большим. Я вас всех очень сильно люблю. Мы с вами просто soulmate. Не забудьте, если вы вдруг еще не подписаны на мой YouTube канал, обязательно подпишитесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. А мы с вами увидимся совсем скоро на этом YouTube канале, но уже в следующем видео. Надеюсь, в этом видео я никого не обидел. Просто, просто я, скажем так, если мне что-то не нравится, я об этом говорю. А вы меня за это любите. Все.